Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Начать все-таки с обсуждения итогов мероприятия, которое состоялось 19 мая, в пятницу. Называется это «Общественные инициативы. Диалоги с властью». На этой встрече присутствовал и исполняющий обязанности губернатора Кировской области, и председатель ОВЗС, и городские руководители, и несколько десятков представителей общественных организаций. Да, все верно? Как заявил в Рио губернатора, с момента своего формирования новое правительство Кировской области последовательно держит курс на открытость власти и развитие взаимодействия с гражданским обществом. Действительно эта работа заметна так? Вы как человек, собственно, занимающийся этой сферой деятельности. Ну вот, 19 мая мы встретились и обсуждали более подробно все эти вопросы первый раз. В принципе... А заранее планировалось оно, когда вообще впервые информация прозвучала о том, что надо провести вот такое собрание? Или как-то все быстро получилось? Ну, достаточно быстро все получилось, да. Придумали, провели. Да, придумали, провели. Собственно говоря, это первый такой подробный разговор на темы, волнующие представители гражданского общества. То есть два с лишним часа сидели и обсуждали. Были выслушаны представители некоммерческих организаций, которые рассказали о своей деятельности, о тех проблемах, с которыми сталкиваются. Мы старались при подготовке этой встречи сконцентрироваться на тех вопросах, которые там не локальные. Ну, у каждой организации существуют свои проблемы. А на более общих. То есть то, что застреливается. За что вас объединяет, да. Да. Широкий круг организаций. И то, что самые яркие представители, то есть руководители крупнейших организаций, те вопросы, которые видят, и решение которых могло бы повлиять на развитие вообще сектора некоммерческих организаций. Ну, давайте сразу конкретный пример, Олег. Какие озвучивались? Ну, очень часто, там практически почти в каждом выступлении, там говорилось о том, что региону необходима своя линейка грантовых конкурсов. Именно на областном уровне, да? Да, именно на областном уровне. То есть мы знаем и видим о том, что существуют президентские гранты. Мы знаем и участвуем в работе различных частных фондов корпоративных, которые помогают. Вот последний год-два стали появляться фонды, которые... Ну, простите, тот же фонд Тимченко, например, да? Да, да. Геннадий Тимченко. Которые помогают делать там конкурсы микропроектов. А вот середины, та, что зависит от регионального уровня, от позиции правительства, вот это выпадает. К тому же сейчас появляется такая обоснованная потребность. Ну, как известно, на уровне федерации провозглашенный приоритет некоммерческие организации как поставщики социальных услуг. С Нового года как раз-таки, да? Мы неоднократно говорили об этом. Чтобы подходить к этому процессу, то есть чтобы некоммерческие организации становились поставщиками социальных услуг в частности, после многократных обсуждений с представителями министерств, ведомств. То есть и мы поняли, и они поняли. И это такое общее мнение, что ничего не бывает. Вот так вот взяли, одновременно объявили, и вот сразу все заработало. Необходимо, любая организация в своей жизни проходит некий эволюционный процесс. На деятельность организации те же органы государственной власти, они смотрят, как они работают. И желательно это смотреть на каких-то таких вот средневеличинных проектах, пилотных проектах, которые организация осуществляет, может быть, за бюджетный счет, может быть, в режиме конкурса проектов, неких грантов региональных, чтобы в процессе этой деятельности организация, во-первых, научилась работать с бюджетными деньгами, а во-вторых, органы государственной власти посмотрели, насколько организация умеет отчитываться, насколько налажены внутренние процессы, насколько можно доверять какие-то более серьезные глобальные вещи. На ваш взгляд, на таком местном уровне тут более тесный контакт, более пристальное внимание и понятие оценки возможностей. Это прямой непосредственный повод для общения, для изучения и документации организации, когда, в принципе, органы государственной власти оплачивают какую-то долю расходов по содержанию услуг, а некоммерческие организации оказывают услуги населению. — Такие гранты как-то были у нас в регионе? — Вот с таким разворотом еще нет. — Не было? Новшество? — Но были грантовые проекты, которые поддерживались регионом ранее. И они связаны были, допустим, Министерство социального развития. У них есть опыт общения с некоммерческими организациями, когда выделялись грантовые средства. И в процессе реализации гранта Министерство социального развития смотрело на организацию, подсказывало, разбирались в документации, в отчетности организации. И некоторые организации, они буквально выросли на этом. И в данный момент они уже готовы с точки зрения своей внутренней инфраструктуры, документа оборота, оказывать более серьезно на государственном уже уровне. Ну, государственные услуги, по сути говоря, социальные. Потому что процесс оказания социальных услуг — это дело очень сложное. Мы посмотрели документацию, там просто одно перечисление ГОСТов и СНИПов, которым должна соответствовать услуга, оказываемая за счет государства, занимает две страницы. То есть дело-то такое непростое. — Такая смерть на взлете. — Да. Разумеется, что начинающие организации с нуля просто не осилить. — Но их у нас мало таких, да? — Их у нас мало. — Мало таких некоммерческих организаций. — Да, их больше-то и не появится, если не будет какой-то вот такой вот средней части. То есть на пилотных проектах смотреть и обкатывать технологии взаимодействия. Ну, собственно говоря, вот такая была просьба высказана. — Как отреагировало на нее руководство? Руководитель непосредственно региона? — Если бы было сказано, что да, окей, по первой просьбе, сейчас пороемся в карманах и выделим. — Вы помните о том, что бюджет-то у нас далеко не шикарный. — Я бы не поверил. — Не шикарный. — Да, и это было бы, ну не знаю, как-то неправильно. То есть вопрос сложный, и мы действительно понимаем, что средств нет. Но вместе с тем считаем, что их необходимо искать, может быть, не в этом году, может быть, закладывать бюджет следующего года. — А вообще какой порядок цифра, на ваш взгляд? — Вы знаете, для средних грантов, на мой взгляд, хватило бы миллионов пяти, чтобы средней величины проекта были поддержаны в регионе, достаточно крупные проекты. — Пять миллионов — это один проект или это вообще все? — Вообще все. — А конкретные гранты по полмиллиона, по триста тысяч возможно? — Да, да, да. Может быть, меньше. То есть в режиме мини-грантов идет поддержка от 25 тысяч рублей, 25-50 тысяч рублей. То есть там, где надо провести одно мероприятие. Вы знаете, у различных инициативных групп граждан и молодых организаций до три тысячи рублей на конкретные мероприятия, которые здесь сегодня и сейчас происходят, на какие-то расходные материалы, и это была бы тоже большая помощь. Но мы тоже прекрасно понимаем, что органы государственной власти, вся государственная машина, за тремя пяти тысячами рублей отчетности будет намного больше, чем сама эта сумма. Поэтому мини-гранты мы думаем, что, наверное, надо оставлять на какие-то инициативные вещи, то есть и на частный и корпоративный сектор экономики. Федеральные гранты — это федеральные гранты. То есть не все могут стать получателями президентских грантов. То есть это все равно ограниченное количество на регион, но там и суммы больше. Но вот такая средняя часть, ну, там региону необходимо стремиться, чтобы такая даже не поддержка, а была такая система взаимодействия. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки НКО, члена региональной общественной палаты. Мы, напомню, говорим о мероприятии, которое состоялось в минувшую пятницу. Общественные инициативы, диалоги с властью обсуждалась, собственно, по большому счету судьба гражданского общества. Продолжим через полминуты. Продолжается программа «Особое мнение». Олег, вот предложение вашей коллеги Нины Ершовой по созданию некого ресурсного центра, где представители НКО могли бы получать правовую, методическую информацию. О чем идет речь? Солидарны совсем? Да, солидарны. У нас работает ресурсный центр, наш. Но, разумеется, мы не можем удовлетворить запросы всех организаций. Тем более, они разные, по разным уровням вовлеченности. То есть, одно дело помогать начинающим организациям. Другое дело организации, у которых больше 20-30 штатных единиц, сотрудников, у них совершенно другие проблемы. То есть, какие-то азы, они и так уже знают. Мне кажется, здесь больше востребованы услуги, я так скажу, может быть, таким ругательным словом, но бизнес-коучинг. Потому что процессы, происходящие в крупной организации, имеющей штатную численность, документы оборот серьезные, это процессы близкие и знакомые бизнес-тренерам. По большому счету, система-то одинаково работает. Да, и в коммерческой, и не в коммерческой организации, когда она выросла уже. То есть, такая поддержка нужна. Мы не беремся за такие вещи, допустим, такие большие крупные организации постоянно сопровождать. Во многих вещах они разбираются лучше нас, в каких-то своих специфических. А по организационному структуре, строению надо проводить просто такой серьезный детальный аудит. И здесь, ну, не знаю, мне кажется, что здесь надо привлекать ресурсы бизнеса. То есть, бизнес-тренинги, возможности аудиторских компаний, консалтинговые всевозможные компании, потому что работа с финансами, она как там работа с финансами, так и здесь работа с финансами. Здесь было бы больше пользы в такую ресурсную деятельность для некоммерческих организаций вовлекать бизнес-организации. Вот это мое такое мнение. Это должно делаться параллельно с тем, о чем мы раньше говорили, о расширении возможностей наушников получить что-то для своей деятельности. Сектор растет, иногда кажется, что все плохо и сектор схлапывается, но часть его растет, то есть изменяется качество. То есть, да, действительно, у нас есть убыль по некоммерческим организациям в госреестре, их становится значительно меньше. Но те, кто выживают, они становятся более профессиональными, у них появляются новые вопросы. Они научились выживать в агрессивной среде, им живется очень непросто, но надо помогать, чтобы руководители не перегорели, чтобы у них все сложилось, была хотя бы физическая возможность выживать, оплачивать зарплаты сотрудникам, содержать помещения, выплачивать аренды. Я так понимаю, мы сейчас характеризуем ситуацию не только в отдельно взятом нашем регионе, а вообще в целом по стране, да? Ну, в принципе, да, такая ситуация, она очень похожа. В других регионах происходит то же самое. Мы регулярно в рамках сети ресурсных центров общаемся, обсуждаем эти вещи. Это практически происходит во всех регионах. Мы сейчас, кстати говоря, с нашей ресурсной сетью Приволжского федерального округа подаем заявку на президентские гранты. Надеемся, что... До 31 мая принимаются заявки на президентские гранты. Работа ресурсных центров в Приволжском федеральном округе будет поддержана. Мы надеемся на это. Тогда, может быть, мы будем иметь возможность чисто физически какие-то взять в работу в себе еще вопросы, которые волнуют наши организации. Просто физически осилить многие вещи бывает сложно. Вам-то лично удалось на этой встрече выступить с предложением? Лично мне не удалось. Не дошла очередь? Не дошла очередь. То есть я был записан по регламенту. То есть было много чего. Но выступающие у нас так... В общем, они ухватывались зубами крепко и обращали на себя внимание. Ну, хорошо проговорили. То есть мы подготовим свои предложения в письменном виде и подадим в дальнейшем. На этой встрече очередной раз прозвучало, что сейчас готовится программа развития региона, и власти говорят, что ждут предложения от гражданских активистов. Вот есть уже предложения-то? Вы готовы поучаствовать в формировании программы? Продолжение есть, они... Озвучьте, пожалуйста. Хотя бы какие-то основные такие, ключевые. Лично я считаю, что необходимо практику... Вот та работа, которая шла ранее, допустим, программа поддержки местных инициатив, необходимо ее расширять, поддерживать и уже фиксировать в нормативно-правовых документах. Что это значит? Это значит, допустим, мы сейчас в общественной палате рассматриваем проект закона об инициативном бюджетировании. Это, по сути говоря, нормативное закрепление практики поддержки местных инициатив. И в это нормативное закрепление может уложиться не только то, как у нас была программа поддержки местных инициатив, но и такие программы, как народный бюджет, открытый бюджет. То есть рамки широкие этого, и туда можно несколько каких-то отдельных проектов. Ну вот смотрите, как бы у Кировской области достаточно богатый и успешный опыт реализации подобных программ. С 2010 года, по ПМИ. А как бы все проводится, ну то есть по усмотрению правительства, ну то есть не закреплено нормативно. Другие регионы, изучив уже опыт Кировской области, они у себя приняли профильные законы на эту тему. И теперь у них это осуществляется на основании закона. Не только госпрограммы, не только постановлением правительств местных. То есть это закладывается, ну такая институциональная основа на годы вперед. Ну чтобы не было такой ситуации, да, вот прошел сезон, реализована очередная часть проектов, а потом народ гадает, будет в следующем году проект БПМИ, не будет его, и вот все на таком возвышенном состоянии находятся. Мы считаем, что там вот это делать совершенно необходимо. Мы считаем, что необходимо изучать и помогать, в частности по развитию некоммерческого сектора, изучать те услуги, которые организации оказывают людям. И даже не для того, чтобы их оплачивать со стороны государства, а чтобы государство, возможно, помогло или напрямую, или через квалифицированных посредников, ну как-то ресурсные центры, там неважно, механизм можно еще долго обсуждать, помогло финансовой устойчивости организаций. Я не имею в виду деньги бюджета. Наоборот, мне кажется, что деньги... А что это за гарантии тогда? Ну, смотрите, как бы многие организации по своей сути, они оказывают услуги людям. То есть люди приходят, задают какой-то вопрос, получают ответ. Если ответ был полезен, то можно сказать, что услуга состоялась. В принципе, некоммерческие организации все оказывают какие-то услуги. Другой вопрос, что не все организации, созданные самими людьми, некоммерческие организации фиксируют процесс оказания этих услуг, не всегда презентуют результаты, то есть не всегда могут показать, что же они такое делают. Речь идет о том, что необходимо вот этот сектор изучать, посмотреть, а сколько услуг вообще, в принципе, оказано нашими некоммерческими организациями. Ну, ревизию такую привести. Да. А какую долю экономики региона составляет вообще процессы оказания этих услуг? То есть из этого вытекает то, что эти услуги необходимо формализовывать внутренней документацией организации, то есть придумывать положение об оказании услуг, вводить некие стандарты оказания услуг, то есть поговорить с человеком, это сколько? Это 15 минут или 2 часа? То есть, ну, наверное, это разные услуги. Насколько глубоко эта услуга оказана? То есть объем предоставления услуги. В бюджетных организациях, в государственных органах, то есть государственные услуги, они четко, жестко описаны, к ним предъявляются там многие требования. В некоммерческих организациях этого нет. Надо к этому стремиться, а понятно, что это надо стимулировать, там, этому надо помогать. Здесь требуется и методическая помощь, вот, может быть, какая-то инфраструктурная помощь, то есть может быть помощь тем организациям, которые будут настраивать вот эти вот процедуры оказания услуг. И если мы получим понимание, какие там в общем объеме там оказывают услуги, какие конкретно там практикуются услуги, какие наиболее популярны, какие наиболее востребованы, какие услуги готовы именно там некоммерческие организации оказывать, мы четче сможем подойти и к консультированию, ну, по оказанию этих услуг и начинать выстраивать там бизнес-процессы вокруг приносящей доход деятельности. То есть, может быть, эти услуги будут оплачиваться там самими получателями услуг, вот, но этому процессу надо помогать. — Это вообще работа какого периода времени? — Ой, ну, я считаю, это длительно. — Длительно, да. — Ну, чем раньше начнем, тем... — Закончим, но там нет. Нельзя использовать слово «закончить» там. Запуск и бесконечный полет так. — Ну, вот смотрите, как бы структура доходов некоммерческой организации, на мой взгляд, должна там в первую очередь и в большей части состоять из негосударственных источников, а там, допустим, те же самые гранты, которые, безусловно, нужны и важны, вот, но они должны составлять, ну, там, малую часть бюджета. Если вы вообще как бы должны там составлять, если организация может обойтись без государственных денег, а вполне финансово устойчиво стоит там на ногах, там самостоятельно, то и ради бога. Там нет зависимости от государства, нет всегда вот этих вот сомнительных вещей, что вы все равно за бюджетный счет живете, и там то ли недобюджетники, то ли еще от чего-то. Я всецело за отказ от бюджетных денег, вот, но к этому надо подходить плавно, то есть, естественно, и здесь помощь государства была бы неоценима. Так мы все равно это будем делать, там, исходя из своего понимания, из тех ресурсов, которые найдем самостоятельно, вот, просто с государственным участием, там, в этом процессе получилось бы быстрее, и мы бы смогли более, большее количество организаций там поработать. Ну, вот, как я и предполагал, тут большую часть особого мнения мы посвятили как раз-то итогам этого мероприятия, ну, все-таки по завершении-то были высказаны намерения, что встречи будут продолжаться. Один из основных итогов, это то, что договорились о том, что летом будет еще одна встреча, на которой до нее будут предложения, там, сформулированы в письменном виде, переданы в правительство, там правительство подумает, там, над этими предложениями, и встретимся еще раз и обсудим более конкретно, вот, то есть, по пунктам, там, весь перечень предложений. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области, это его особое мнение, нам нужно сейчас прерваться на небольшую рекламу, мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области. Давайте в политику немножко ударимся. Недавно стало известно имя еще одного кандидата на губернаторские выборы в нашем регионе, это Николай Барсуков, руководитель Кировского отделения партии «Коммунисты России», ну вот уже сейчас четверка у нас кандидатов Васильев, временно исполняющий обязанности губернатора, Намаев, Черкасов, собственно, как вам такая компания? Ожидает ли кого-то еще, на ваш взгляд, в эту четверку? Не знаю, может быть добавится, но, ну, как бы, ну, компания и компания. Компания и компания. Да, Николая Барсукова, ну, с удивлением увидели в числе кандидатов в губернаторы. Человек долгое время с тудотрядами, да, по этой линии работал. Да, он долгое время занимался и занимается студенческими строительными отрядами, вот, ну, это то, что мы о нем знаем, как о представителе одной из некоммерческих организаций. Но что-то, я понимаю, большого интереса не испытываете. Нет, ну, мы прекрасно понимаем, что такое, там, коммунисты России, вот, откуда они взялись и для чего взялись, ну, ну. Ну, если вы не в курсе, наши слушатели, то коммунисты России, многие считают, что они созданы для того, чтобы определенную часть голосов у КПРФ, да, отнять, отнимать на всевозможных выборов. Такая партия спойлер, как говорят, да? Ну, да, но, с другой стороны, невозможно же запретить, там, на каком-то основании. Ну, такова политическая жизнь. То есть, возможно, на ваш взгляд, еще будут кандидаты, может быть? Мне кажется, вот, должны, вот, как-то по ощущениям, вот, вот, чего-то не хватает. То есть, как бы, вот, круг, вот, там, этих персон. Это тоже все традиционно? Да. Мы их всех знаем, там, и, в принципе, ну, не знаю, как-то не вызывает особого интереса. То есть, должен, должен кто-то появиться еще более, там, интересный, более неожиданный. А если не появится? Ну, значит, будет чуть-чуть скучновато. Скучновато. Новость, появившаяся на прошлой неделе, ведомости написали о том, что в пяти регионах, это Свердловская, Ярославская, Калининградская, Бурятия и Кировская области, Кремль освободил от необходимости повышать избирательную явку на губернаторских выборах, грядущих. Связано это, пишет издание, либо с тем, что местные элити не приняли временно исполняющих обязанностей, которые были назначены президентом, либо и в этих регионах есть серьезные конкуренты в Рио. Вот как оцениваете эту новость? Вы знаете, я вообще не понимаю, как бы, вот этого... Что такое повышение явки? Да, нет, что такое повышение явки, я понимаю. Я не понимаю вот неких скрытых нормативов. Вот в законодательстве о выборах ничего не написано, ни о каких нормах там явки. Я не знаю, где, в каком документе федерального уровня написано, что администрация президента должна определять какие-то нормативы явки для каких-то регионов. Такие, для каких-то регионов всякие. Вот где это написано? Ну, вот мне просто интересно. Мне кажется, что там федеральный закон прямого действия, его нужно там выполнять так, как он написан. Какие-то скрытые, ну не знаю, их внутренние указания внутри административной линии, ну что их обсуждать? То есть, мне кажется, это такие благие пожелания, там какие-то негласные вектора, вот советы на предвыборную кампанию, там каким-то кандидатам. Что значит, там Кремль будет наставить или не будет наставить? В каком это виде выражается? Там избиратели придут, они или придут, или не придут. Результат будет такой, или результат будет другой. Понятно, что там, где, в тех регионах, где популярность кандидатов не очень высока, то там легче малым количеством избирателей принять, и этого хватит. Там, где популярность высока, то, ну, если как можно больше людей придут, это будет придавать больше убедительности. Но вот эти вот, будет придавать больше убедительности, это вот все равно такие, как бы, эфемерные, там, неупорядоченные законом. Не ощутимые, да, вещи. Не упорядоченные законом, вот какие-то вот субстанции, которые, ну, кому-то должны, там, нравиться. Но я за то, чтобы никакого административного давления, вот, из-за каких-то пожеланий, там, не оказывалось. За настоящие, в общем, честные выборы. Ни в ту, ни в другую сторону. Это, конечно, ну, такая, моя позиция, она такая идеалистическая. Вот, там, многие над ней посмеются. Ну, я намеренно утрирую и намеренно, там, делаю вид, что, там, ну, не понимаю, там, о чем идет речь. Ну, потому что очень хочется, чтобы, там, было как в сказке. Люди самостоятельно пришли и самостоятельно своей головой поразмыслили, там, за кого отдавать голос. А потом все это аккуратно будет и честно подсчитано. Да, а потом это, чтобы это аккуратно и честно... Итоги объявлены. Да, чтобы все было по-честному, по-чистому, вот, без каких-то внутренних, там, там, странных течений, странных указаний. Там, вам можно, вам нельзя. Я не понимаю, что можно, а что нельзя. Интересная новость прилетела тут на днях из областного законодательного собрания. Оказывается, наши парламентарии в скором времени собираются рассмотреть проект, ну, такого кодекса, что ли, этики депутатов. Вот, приведу для примера, что там написано. Парламентарий, ну, конечно, должен уважать, удостоен со своих коллег и граждан. Пропускать заседания без уважительной причины можно не более двух раз в квартал. Так представляете уже, да? А в квартал сколько у нас? Три заседания проходят. То есть, вот, два из трех пропустил, то есть, три из трех пропустил, уже все. Нарушители этики ждут разные наказания. Если будет неправильно себя парламентарий вести, то его могут вообще лишить слова на всю сессию. Вот такой кодекс. Необходим он такой? Ну, смотрите. Или вообще надо это прописывать, закреплять? Необходимость принятия и закрепления каких-то там формальных правил, она исходит из какой-то... Из какой-то надобности. Надобности, да. Нужды какой-то. То есть, если парламентарии решили, что без нормативного закрепления у них там дела не идут, то, значит, будут нормативно закреплять. Для нас это сигнал, что, ну, видимо, все плохо. — Поясните плохо, что бардак там вообще? Не могут не прописывать вести себя правил? — Я не знаю. Видимо, да. То есть, если подобные вещи там потребовалось закреплять в виде документа, значит, просто апеллировать к совести депутата уже не получается. Вот. Если раньше справлялись без этого и там как-то работали, вот, ну, значит, как бы было другое ощущение, другое качество, другое сознание там у тех же депутатов. — В общественной палате такого кодекса нет? — Есть. — Есть все-таки. — Есть кодекс этики, но там нет таких жестких норм. То есть... — Не придешь ты меня, не придешь, мы тебя исключим. Такого нет. — Да, такого нет. — Нет. В общественной палате есть там некие индикаторы, которые учитывают там тоже и присутствие там на мероприятиях, и там современные ответы. — А, это рейтинг активности, это членов ОПКО, который на сайте можно... — Да, но это же не какие-то жесткие вот такие требования там с санкциями. Вот это наоборот там какие-то стимулирующие вещи. То есть, ну, совершенно другая постановка там вопроса. Не знаю, если депутатам там не справиться без этого документа, пусть принимают, что делать. — Ну, лишь бы хуже не было. — Мы выбрали таких депутатов. — Да, лишь бы хуже не было. Если парламентарии не могут вот сами по себе обходиться без прописанных этих правил. Ну да ладно. Остается пару минут, тройка минут до конца особого мнения. В ближайшее воскресенье, как известно, будет проводиться праймер из «Единой России» для последующих выборов в Городскую Думу. Я вчера специально внимательно пересчитал на сайте, сколько их заявившихся на праймер из ровно 127 человек. Вот как вы оцениваете эту процедуру? — Ну, это я уже неоднократно говорил, это внутреннее дело партии. — Внутреннее дело партии, да. — То есть если они хотят друг перед другом повыступать из своей среды, чтобы сторонники дали им обратную связь, именно сторонники этой партии, ну, ради бога, то есть это их внутреннее дело. То есть в данный момент они набрали 127 кандидатов, которые перед своими сторонниками выступают, и сторонники как-то реагируют. И на реальные выборы, видимо, они будут выставлять чуть меньше кандидатов. — Но вы видели, да, этот список? Неожиданно было видеть некоторых персон? — Я не присматривался детально к этому списку, весь список не читал. Мне не интересен список кандидатов в кандидаты от одной политической партии. Мне, может быть, более будет интересно, когда будут какие-то межпартийные дискуссии между уже официальными кандидатами, которые заявятся на сами выборы. — Дискуссии в каком формате? Те же дебаты? — Ну, те же дебаты, да, в любом формате. То есть, когда там действительно конкуренты будут. А как отдельные личности попали в их итоговый список, который там партия будет номинировать, ну, молодцы. Если они делают там внутреннюю процедуру, внутрепартийную, ну, хорошо. Хотелось бы, чтобы другие партии поступали так же, но вот какой-то внутренней кухни, там внутрепартийной кухни присматриваться к партии, которая не очень мне интересна, ну, не знаю. — Еще минута. Олег, оптимистично ли вы смотрите в ближайшее будущее нашего города? Потому что, как известно, у нас тут и масштабный ремонт дорог стартовал, и нам пообещали программу ремонта дворов и благоустройства парка и скверов. Вот такое ощущение, что бог сейчас заживем-то. — Да я смотрю вообще оптимистично, там, я думаю, что город растет, развивается, вот, не благодаря, там, там, каким-то конкретным программам, которые утвердили, пообещали, там, обещать еще не значит жениться. Вот мы посмотрим по факту реализации всех этих программ, вот. Ну, вне зависимости от всего этого, город растет, развивается, в городе, там, появляются, там, новые организации, новые активисты, появляются новые темы, там, для обсуждений, появляются новые, там, технологии, там, где-то свои придумываются какие-то элементы, где-то привносятся извне. Хорошо, что город живет, хорошо, что в городе есть неравнодушные люди, которые друг с другом спорят, не соглашаются, там, из этого, ну, я думаю, что и произрастет, там, какое-то истина. — Но ведь намного будет же лучше, если бы эти люди активные, неравнодушные, будут ходить и ездить по хорошим дорогам, гулять в замечательных парках. — Я только за отличные парки и хорошие дороги. Вот как это сделать — другой вопрос. И здесь мнение там расходится у многих людей. — Ну, к сожалению, все, у нас нет больше времени на беседу. Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член региональной общественной палаты, спасибо, всего доброго. — До свидания. — До свидания.